Всем привет! С вами Лима Мьюзик. Сегодня мы научимся играть лунный свет Дебюси. Это произведение заказала моя подписчица Каролина Миракова. Огромное спасибо за поддержку канала. Вначале я сыграю полностью ту часть произведения, которую мы выучим в сегодняшнем видео уроке, а затем я разберу эту часть медленно и подробно по кусочкам. Субтитры создавал DimaTorzok Если вам нравятся мои видео уроки и вы хотите поддержать мой канал, тогда переходите по первой ссылке в описании под этим видео. Буду благодарна каждому за поддержку канала. Рассматривай медленно первый кусочек. Мы будем параллельно рассматривать правую и левую, так как руки играют не вместе, а по очереди. У нас в правой левой будут интервалы, то есть две ноты, которые мы нажимаем вместе. Находим в левой руке ноту Фа первой октавы и берем Ля бемоль, пониженная нота Ля. Это первый интервал в левой. Берем вместе. Играть мы будем вторым и четвертым пальцем. Вот эти два пальца используем и берем интервал. Такой же самый интервал мы берем в правой руке на октаву выше, тоже находим Фа Ля бемоль и берем так же само вторым и четвертым, только теперь в правой. Получается левая и то же самое в правой. Затем правая берет интервал Ре бемоль Фа вместе. Этот интервал будем брать первым и вторым пальцем рядом. Затем левая берет интервал в первой октаве Соль бемоль Ля. Играть его нужно первым и третьим пальцем. Затем играет только правая. Первый интервал До Ми бемоль вместе. Следующий интервал рядом Ре бемоль Фа. Берем вместе. И снова возвращаемся на предыдущий интервал До Ми бемоль. То есть у нас был первый интервал, второй и опять первый. Эти интервалы будем играть такими пальцами. Первый, третий на До Ми бемоль. Сразу ложится второй, четвертый на наш второй интервал. И возвращаемся теми же пальцами на До Ми бемоль. В первом кусочке и во всех последующих кусочках мы должны ноты и интервалы играть связно. То есть когда мы играем новый интервал, мы его соединяем с предыдущим. Показываю на примере последних интервалов в правой руке. Я сыграла все вместе. Если бы я играла отдельно, звучало бы так. Видите, я отрываю пальцы от клавиш. Так делать нельзя. То есть мы всегда, когда хотим взять новый интервал, мы все еще держим предыдущий, потом нажимаем новый и только потом снимаем предыдущий. Мы не должны отрывать пальцы до того, как мы не сыграли следующий интервал. То есть каждая предыдущая нота связывается с последующей. Теперь разберемся с ритмом в первом кусочке. У нас вначале играет левый интервал, потом правая. Вот на правой должна быть остановка. То есть мы как бы левой стремимся к правой без остановки. Раз. Два. И остановились. В этот момент левая держится, левая руку не снимает. И правая отдельно доигрывает второй интервал. В тот момент, пока левая держится. Потом опять вступает левая. Наш интервал соль, бемоль, ля. Тоже левая держится, пока играет правая. И правая на одном движении играет три интервала. Раз. Два. Три. С остановкой на третий. Вот что получается с движением. Рассматриваем медленно второй кусочек в правой руке. Первый интервал у нас будет от Си бемоль. И вверху берем Ре бемоль. Второй интервал. Поднимаем каждую клавишу наверх. До. Ми бемоль. И обратно возвращаемся на первый интервал. Си бемоль. Ре бемоль. То есть у нас получается первый, второй и опять первый. У нас уже такое было в первом кусочке. Играть будем такими же пальцами, как и в первом кусочке. Вначале первый, третий. Потом рядом ложится сразу второй, четвертый на наш второй интервал. И возвращаемся опять первым, третьим. Играем. Играем связно, как и в первом кусочке. После интервалов нам нужно сыграть две ноты. Фа. Ре бемоль. Играть будем пятым, третьим. Затем берем интервал. Ля бемоль. До. Второй интервал. Си бемоль. Ре бемоль. И опять возвращаемся на первый интервал. Ля бемоль. До. У нас такая же последовательность уже была. Первый интервал. Второй. И обратно первый. Играть будем такими же пальцами, как в прошлый раз. Первым, третьим. На следующий интервал берем второй, четвертый. И опять первый, третий. Играем эту связку вместе. Рассматриваем ритм ко второму кусочку. У нас первые три интервала стремятся к четвертой ноте фа. Считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Остановка на ноте фа. Отдельно доигрываем ре бемоль. Тоже с остановкой. Снимаем руку. И до конца играем три интервала на одном движении. Раз. Два. Три. Остановка на третьем. Вот что получается с движением. Есть еще один важный момент, на который нужно обратить внимание во втором кусочке. Когда мы играем в правый три интервала. Раз. Два. Три. Доиграли третий. В этот момент мы должны сыграть ноту фа и ре бемоль. Но первый палец мы оставляем на ноте си бемоль, на которой мы закончили интервал. Эта нота должна длиться, пока мы играем фа и ре бемоль. То есть как бы правая создает дополнительный фон, пока играет верхний голос. Вот так. Держим. И потом снимаем руку и доигрываем отдельно три интервала. Рассматриваем ко второму кусочку левую руку. Нам нужно выучить два интервала. Первый. Фа. Ля бемоль. Берем этот интервал первым и третьим пальцем. Следующий интервал. Ми бемоль. Соль бемоль. Берем этот интервал вторым и четвертым пальцем. Таким образом мы связываем два интервала. Первый. Второй. Левую выучили. Соединяем правую и левую во втором кусочке. Вначале играет интервал левая отдельно. Пока держится левая, играет правая. После ноты ре бемоль в правой, левая берет второй интервал. Пока держится левая, играет правая. То есть очень важно не снимать левую руку, пока не доиграет мелодия в правой. Потому что левая создает фон и на этом фоне у нас играет главная мелодия. Вот что получилось во втором кусочке. Рассматриваем медленно третий кусочек в правой руке. Теперь мы будем уже играть не интервалами, а отдельными нотами. Берем си бемоль, до, си бемоль, ми бемоль, обратно си бемоль, ля бемоль, си бемоль, ля бемоль. Вы заметили, что у нас каждая вторая нота это си бемоль. Она сочетается то с нотой до, то с нотой ми бемоль и еще с нотой ля бемоль. Получается такая мелодия. Нам нужно начинать с третьего пальца на си бемоль и у нас будет одна позиция для всей этой мелодии. Третий на си бемоль, четвертый на до. Третий всегда на си бемоль. Пятый на ми бемоль. Третий на си бемоль. 2й на ля бемоль. 3й опять си бемоль. 2й на ля бемоль. Эту мелодию мы будем играть одинаково по ритму. Каждая нота одинакова по отношению друг к другу. Пока у нас играет главная мелодия в правой руке, у нас также будет еще одна нота в качестве дополнительного второго голоса. Берем ноту соль бемоль и играем нашу мелодию, пока длится вот эта нота соль бемоль. Потом на ноту ля бемоль снова берем эту ноту соль бемоль. Снова она держится и доигрывает мелодия. То есть мы берем соль бемоль в начале мелодии, а потом на шестую ноту. В начале. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Только вот эту ноту соль бемоль нам нужно играть также правой рукой. Левая не помогает. Мы берем первым пальцем, в этот момент первый палец держится и играют остальные пальцы нашу основную мелодию. Вот так. Опять взяли первым пальцем, второй на ля бемоль. Доиграли мелодию. Рассматриваем к третьему кусочку левую руку. У нас будет всего два интервала. Первый. Ре бемоль, ми бемоль. Две черные ряда. Второй интервал. До, ми бемоль. Играть будем такими пальцами. Первый, второй на две черные. Потом будет первый и третий на до, ми бемоль. И у нас получится связная игра. Первый и рядом второй. Руку мы не снимаем. У нас все время каждый интервал переходит в новый. Соединяем правую и левую в третьем кусочке. У нас каждый интервал в левой будет браться на ноту соль бемоль в правой. Помните наша дополнительная нота, которую мы держим? Поэтому очень удобное соединение. Как только мы берем соль бемоль, мы берем левую руку. Берем первую ноту и первый интервал вместе. Получилось три черные рядом. Раз, два, три. Очень легкий ориентир нашли. Играет теперь только правая. Берем снова соль бемоль, ля бемоль. И в этот момент играет левая второй интервал. До, ми бемоль. То есть получается вот такая конструкция. Эти ноты должны сыграть вместе. И доигрывает еще две ноты правая. В тот момент, когда берет левая интервал и правая ноту соль бемоль, эти три ноты должны держаться, пока играет основная мелодия в правой. То есть эти три ноты мы не снимаем. Вот что у нас получилось в третьем кусочке. Рассматривая медленно четвертый кусочек в правой руке. У нас опять будет два голоса. Нижний и верхний, в котором главная тема. Берем в нижнем голосе ми бемоль. Пока держится эта нота ми бемоль, играем главную мелодию. Соль бемоль. Ля бемоль. Соль бемоль. И в конце берем ноту фа вместе с нотой ми бемоль. То есть главная тема это у нас. А ми бемоль это второй голос, который просто держится, чтобы создавать фон. Эту всю конструкцию мы должны играть правой рукой. Первым пальцем берем наш нижний голос ми бемоль. Мелодию играем от третьего пальца. Третий на соль бемоль. Рассмотрим медленно. Пятый кусочек в правой руке. У нас опять будет нижняя нота держаться, пока в этот момент будет звучать основная мелодия. Находим внизу ноту ре бемоль. Держим ее и играем верхний голос. Фа. Соль бемоль. Фа. Си бемоль. Фа. Ми бемоль. Фа. Ми бемоль. Вы заметили, что здесь тема строится очень похоже, как в третьем кусочке. У нас всегда с нотой фа сочетается какая-то одна новая нота. Это в начале фа соль бемоль, фа си бемоль, фа ми бемоль, фа. То есть каждая вторая нота это нота фа. В промежутках мы добавляем соль бемоль, си бемоль и ми бемоль. Так вам будет легче запомнить. Такой же принцип построения был в третьем кусочке. И сейчас показываю, какими пальцами мы будем играть. С третьего пальца мы будем начинать ноту фа. Так же самое у нас было и в третьем кусочке. Итак, третий, четвертый на соль бемоль, третий на фа, пятый на си бемоль, третий на фа, второй на ми бемоль. Четвертый на ля бемоль, третий на соль бемоль, и вторым будем играть ноту фа вместе с первым пальцем ми бемоль рядом. Получается такая мелодия. Вы заметили по ритму, что мы сделали остановку на соль бемоль на предпоследней ноте. До этого мы играли все одинаково по ритму. Вот так. Раз, два, три, четыре. Остановились на соль бемоль и доиграли последний интервал. Правую выучили. Рассматриваем к четвертому кусочку левую руку. У нас будет два интервала. Первый си бемоль, ре бемоль. Второй интервал. Спускаемся на одну клавишу ниже, и у нас получается ля, до. Очень легко запомнить. Две черные, две белые. Играть будем такими пальцами. Вторым и четвертым. Первый интервал. Потом третьим и пятым. Второй интервал. Получается связано. Раз, два. Если вам вдруг тяжело играть этими пальцами, потому что часто пятый и четвертый слабы, тогда можете сыграть первым третьим и вторым четвертым. То есть здесь пальцы на выбор. Или так. Или в другой позиции четвертым и вторым. Сейчас соединяем правую и левую в четвертом кусочке. Левая будет брать в тот момент, когда в правой у нас нижняя нота ми бемоль. То есть когда мы играем второй голос. Так же самое, как в предыдущем кусочке. Итак, вступаем в второй голос ми бемоль и интервал в левой. Получается, видите, три черные рядом. У нас ориентир есть. Начинаем. Играет теперь правая три ноты. Раз, два, три. И последний наш интервал в правой берем вместе с левой. Получается вот такое соединение. Должно быть ля, до, ми бемоль, фа в конце. Вот что у нас получилось в четвертом кусочке с движением. Сразу хочу сказать, что и в третьем, и в четвертом кусочке, когда мы играем главную тему вверху, а внизу нижнюю ноту, мы должны запомнить такой принцип. Вверху мы всегда играем громче, нижнюю ноту играем тише, потому что она не главная. Даже вот когда мы играли в третьем кусочке, мы брали тише нижнюю ноту. А вверху громче. Также, когда мы играем при этом левую руку, левая должна быть тише, наша побочная нота тише, а громче только верхушка. Это касается и четвертого кусочка, когда мы брали интервал и ноту тише, а верхняя тема громче. Это очень важно, потому что, если мы будем громко играть левую и побочную ноту, то это сразу будет перебивать мелодию вправо, и мы не будем слышать основную тему произведения. Сейчас советую вам объединить третий и четвертый кусочек вместе. Если они получаются хорошо по отдельности, можно их соединить, чтобы услышать цельную мелодию, так как третий и четвертый кусочек имеют единую тему. Вот что получается вместе. Третий. Четвертый. В тот момент, пока мы играем нашу главную тему, ноту ре демоль мы должны держать первым пальцем. То есть мы берем, не снимаем эту ноту и играем нашу мелодию. При этом мы должны играть все одинаково по ритму. И верхнюю мелодию мы играем громче, как и в предыдущих кусочках, потому что она главная. А ноту ре демоль мы играем тише. Так же самую левую сейчас тоже будем играть тише по отношению к верхней главной мелодии. Рассматриваем к пятому кусочку левую руку. Берем две ноты рядом. Ля бемоль, Си бемоль. Вместе. Потом ноту Си бемоль мы не снимаем, а нижнюю ноту двигаем на Соль бемоль. Играем отдельно. В этот момент Си бемоль длится, мы ее не снимаем. Играем такими пальцами. Первый и второй на две черные клавиши. Потом ноту Соль бемоль играем третьим пальцем. Первый держит ноту Си бемоль. Соединяем правую и левую в пятом кусочке. Берем наш интервал в левой и ноту Ре бемоль, вспомогательную ноту в правую. У нас получился ориентир. Три черные клавиши рядом. Раз, два, три. Пока держатся вот эти три черные клавиши, играет только правая главную мелодию. Считаем по правой. Раз, два, три, четыре, пять. На шестую ноту на Ми бемоль мы берем в левой Соль бемоль. Видите, в правой Ми бемоль, в левой Соль бемоль. В этот момент мы продолжаем держать Ре бемоль и Си бемоль. В правой и в левой. И берем рядом Соль бемоль и Ми бемоль. Доигрывает правая. Фа, Ми бемоль. Вот что у нас получилось в пятом кусочке. Играем в движениях. Рассматриваем медленно шестой кусочек в правой руке. У нас опять в правой будет главная мелодия и вспомогательные ноты. Берем вспомогательную ноту Си бемоль. И вступает главная мелодия. Ре бемоль. Ми бемоль. Ре бемоль. Нота До вместе с нотой Ля бемоль. В главную мелодию входят такие ноты. Ре бемоль. Ми бемоль. Ре бемоль. До. А вспомогательные это Си бемоль и Ля бемоль. Показываю, какими пальцами мы играем. Первым пальцем всегда играем вспомогательные нижние ноты. Третьим вступаем Ре бемоль. Четвертым ми бемоль. Третьим опять Ре бемоль. И интервал. Две ноты в конце играем первым и вторым пальцем. Показываю также ритм. Мы играем вначале все одинаково по ритму. Раз, два, три, четыре. На четвертую на Ре бемоль у нас остановка. И отдельно берем интервал. Вот как это звучит с движением. Рассматриваем левую к шестому кусочку. У нас будут два интервала. Первый. Фа. Ля бемоль. Второй интервал. Ми бемоль. Соль бемоль. Играть можно такими пальцами. Четвертый, второй на первом интервале. Потом третий, пятый на втором интервале. Если у вас слабый четвертый и пятый палец, можно играть другими пальцами. Первый, третий на первом интервале. Второй, четвертый на втором интервале. Соединяем правую и левую в шестом кусочке. Левые интервалы всегда будут браться на вспомогательную ноту в правой. Вот наша вспомогательная нота Си бемоль. И первый интервал. Вместе взяли. Играет правая в верхнем голосе три ноты. Раз, два, три. И последний наш интервал в правой берем с интервалом в левый. В тот момент, когда мы взяли первый интервал и ноту, не забывайте, что нужно их держать, пока играет правая. Держим. Играет правая. И вместе последний. Шестой кусочек выучили. Сейчас советую вам объединить пятый и шестой кусочек вместе, чтобы услышать цельную мелодию. Эта мелодия будет похожа на третий и четвертый кусочек. То есть они идут парами. Третий, четвертый. Теперь пятый и шестой. Играю с движением. Пятый. Шестой. Рассмотрим медленно. Седьмой кусочек. Сейчас будем играть правую и левую параллельно, потому что они вместе нажимать не будут. У нас будет вначале левая, правая и так по очереди. Находим в левой руке ноту ля бемоль большой октавы. Потом ноту ре бемоль. Нужно будет взять эти ноты вместе, но при этом задержать их. Ля бемоль. Держим. И ре бемоль. И у нас образуется такой интервал. Играть мы должны вторым и пятым пальцем. И задержаться на этом интервале. После этого правая рука в малой октаве играет две ноты. Интервал фа, ля бемоль. Вместе. Такой же интервал играет левая рука в следующей октаве, в первой октаве, на октаву выше. Фа, ля бемоль. Вместе. Такой же самый интервал играет теперь правая рука еще на октаву выше во второй октаве. Это в той октаве, в которой мы играли этот же интервал в первом кусочке. Мы играли фа ля бемоль. И после этого брали интервал ре бемоль фа. Сейчас так же самое берем этот же интервал. Сейчас еще раз покажу, какая у нас идет последовательность. Ля бемоль, ре бемоль в левой. Потом правая, левая, правая. И доигрывает правая второй интервал. Сейчас покажу один нюанс, на который нужно обратить внимание. Мы вначале сыграли две ноты в левой. Потом сыграли правую. И в этот момент левая, чтобы сыграть, должна перейти над правой. То есть у нас руки перекрещиваются. Это нормально. При этом левая должна идти сверху. Правой, не снизу. Так будет неудобнее. Сверху закладываем интервал в левой. Руки перекрестились. И правая выходит из-под левой и берет верхний интервал. То есть это нормально. Здесь руки играют накрест именно в этом кусочке. Будет играть правая внизу, левая вверху. Правая выходит из-под левой вверх. И доигрывает интервал. Рассмотрим седьмой кусочек по ритму. У нас остановка будет только на самом верхнем интервале в правой руке. До этого все ноты и интервалы мы играем одинаково по ритму со стремлением к верхушке. Вот так. Остановились только здесь и доиграли следующий интервал. Кстати, еще обращу внимание, когда мы играем этот подъем. Вот здесь левая рука не должна снимать интервал. Она держится, пока играет правая два интервала. То есть левая создает своеобразный фон в тот момент, пока доигрывает правая рука. Рассматриваем медленно восьмой кусочек в правой руке. У нас будет опять главная тема и вспомогательные две ноты. В главной теме мы играем ми-бемоль, фа, ми-бемоль. Очень простая мелодия. Раз, два, три. В этот момент у нас в нижнем голосе должен звучать интервал соль-бемоль-си-бемоль. Этот интервал берем с первой нотой ми-бемоль. Вот так. И доигрываем. Пока доигрывает верхний голос, нижний интервал держится и создает фон. Все это мы должны играть правой рукой. Внизу берем первым вторым пальцем интервал. Вверху четвертым пальцем ми-бемоль. Вот так. То есть первый, второй, четвертый вместе. Пятым играем фа. Четвертым опять ми-бемоль. В этот момент держим два пальца. Первый и второй. Получается такая правая рука. Рассматриваем к восьмому кусочку левую руку. У нас в левой будет вначале интервал от ноты соль-бемоль большой октавы. Вверху берем ре-бемоль. Вместе. Играть этот интервал будем пятым и вторым пальцем. Вот так. После этого нам нужно взять большой аккорд из четырех нот. Вот как мы его строим. Находим ре-бемоль. Ре-бемоль через октаву. И посередине берем две ноты. Соль-бемоль. И си-бемоль. То есть используем вот эти черные клавиши. Нашли ориентир. Теперь нам нужно взять это все левой рукой. Используем все пальцы, кроме четвертого. Берем пятый, третий, второй, первый. Четвертым ничего не нажимаем. Теперь вместе. Соединяем правую и левую в восьмом кусочке. Вначале отдельно левая играет интервал. Потом большой аккорд в левой берется с аккордом в правой. Это в тот момент, когда в правой у нас две вспомогательные ноты и ми-бемоль. Вот эти три ноты в правой и четыре в левой берем вместе. Дальше доигрывает правая. Фа, ми-бемоль. В восьмом кусочке мы обязательно должны взять педаль. Если в предыдущих кусочках педаль у нас используется по желанию, то есть ее брать не обязательно. У нас в предыдущих кусочках правая и левая играют связано, и педаль можно не брать. А вот в восьмом кусочке она нужна обязательно, потому что когда мы берем этот интервал в левой руке, он должен держаться. Но мы его физически задержать не можем, потому что мы снимаем руку на аккорд. И видите, идет разрыв. Поэтому мы на этот интервал нажимаем педаль. Держится педаль. Видите, я снимаю интервал, он звучит. Я нажимаю аккорд в правой и в левой. Играю ноту фа. И на последнюю ноту ми-бемоль можно поднять педаль. Я вот ее только что сняла. При этом у нас звучит гармония в правой и в левой. У нас аккорд мы доиграли на педали. При этом сняли на последний ми-бемоль. Взяли на интервал, держим, сняли. Восьмой кусочек выучили. Рассматриваем медленно правую в девятом кусочке. У нас сейчас будут октавы и аккорд. Находим ноту ре-бемоль первой октавы и берем ре-бемоль через октаву. Посередине нота ля. Получился такой аккорд. Берем первым, вторым и пятым. Запоминаем эту позицию. Следующая октава рядом. Ми-бемоль, ми-бемоль. Берем первым, пятым. Находим следующую октаву. Ля-бемоль, ля-бемоль. Посередине берем ре-бемоль. И у нас уже получился аккорд. Берем первым, вторым, пятым. Теперь не трогаем ноту ре-бемоль. Добавляем к ней октаву. Фа-фа. Ре-бемоль добавляем. То есть мы его не убирали с предыдущего аккорда. Снова нажали. И у нас получился аккорд. Первым, третьим и пятым. В основе октавы фа-фа. Посередине ре-бемоль. Очень важно обратить внимание на такой нюанс. Когда мы берем первый аккорд ре-бемоль, ля-бемоль, ре-бемоль. Потом октаву ми-бемоль. Видите, я ноту ля-бемоль не трогаю. Она у нас держится. Она помогает нам держать правую руку неотрывно от клавиш. При этом поменять октаву ми-бемоль и ми-бемоль. Получается вот так у нас идет. Раз. Подняли вот эти ноты. Ля-бемоль держим и перенесли. Можете несколько раз потренироваться. Два. Раз. Два. Потом снимаем руку на аккорд. Здесь у нас должна быть остановка. То есть предыдущие две октавы мы стремились к этому аккорду. Раз. Два. Три. На ля-бемоль остановились. И доиграли последний аккорд отдельно. Рассматриваем к девятому кусочку левую руку. У нас будет четыре интервала. Строим первый интервал. Находим ноту фа большой октавы. И ноту ре-бемоль. Берем первый интервал вторым, пятым пальцем. Потом у нас будут маленькие интервалы. Это фа-ля-бемоль. Третий интервал. Ре-бемоль-фа. Потом ля-бемоль-ре-бемоль. Играть эти три интервала мы будем такими пальцами. Пятым, четвертым, первый интервал. Фа-ля-бемоль. Потом сразу второй и первый ложатся на фа-ре-бемоль. У нас как будто одна позиция. И чтобы сыграть третий интервал, у нас второй и четвертый палец уже лежат на ля-бемоль-ре-бемоль. Можно сказать, что из этих трех интервалов у нас строится аккорд. Видите, я выложила все пальцы, кроме третьего. И вот эти ноты фа-ля-бемоль-ре-бемоль-фа используются у нас в интервалах. Первый интервал, второй и третий. Это наши три последних интервала. Не забываем, что перед ними мы еще берем большой интервал фа-ре-бемоль. Вот так. Раз. Потом три. Раз. Два. Три. Соединяем правую и левую в девятом кусочке. Отдельно берет левая наш первый интервал. Дальше вместе в правый аккорд и наш маленький интервал фа-ля-бемоль. Получается вот так. Отдельно играет правая октава ми-бемоль. А дальше два последних аккорда с двумя последними интервалами синхрона. Аккорд ля-бемоль и интервал. В левой ре-бемоль-фа. В правый аккорд от ля-бемоль. И наш последний интервал с последним аккордом. В левой у нас ля-бемоль-ре-бемоль. В правый аккорд от фа. Октава фа и посередине ре-бемоль. В девятом кусочке также обязательно нужно взять педаль Потому что вот нижний интервал в левой руке у нас должен держаться Пока мы играем правую и интервалы вверху Так как мы физически это не можем сделать Потому что нажимаем, мы снимаем и уже не держим этот интервал Поэтому нам нужна помощь педали Мы берем этот интервал и нажимаем педаль Нажали, сняли и вот он держится Мы можем уже играть остальные интервалы Теперь показываю, как это будет с правой рукой Взяли мы наш интервал, нажали педаль Держим ее, играем Вот здесь мы сняли педаль На аккорде ля бемоль Вверху ля бемоль, сняли педаль Снова ее нажали Мы ее как бы поменяли, очистили от предыдущих звуков Нажали, потом нажимаем наш последний аккорд Опять снимаем педаль и меняем То есть мы на последних двух аккордов Взяли, сняли, взяли, сняли Еще раз сейчас сыграю и буду говорить, как мы берем педаль Взяли, держим Сняли, взяли Сняли, взяли Девятый кусочек выучили После девятого кусочка мы должны снова повторить наш восьмой кусочек без изменений Единственное, мы в конце добавим одну новую ноту А основную тему мы не меняем Берем интервал в левой Аккорд в правой и в левой Доиграли восьмой кусочек и добавляем в конце одну ноту ре бемоль Пока держится левая рука Эту ноту ре бемоль мы играем третьим пальцем То есть у нас было И третий сразу ложится на ре бемоль После повтора восьмого кусочка мы учим новый десятый кусочек У нас опять в правой будут октавы и аккорд Находим нашу октаву ре бемоль Ре бемоль Посередине нота ля бемоль Так же самое, как у нас было в девятом кусочке Берем теми же пальцами Потом берем октаву ми бемоль Это у нас две октавы повторения девятого кусочка Мы также самое брали ре бемоль, ре бемоль Приподнимали два пальца, держа ля бемоль И переносили ми бемоль После этого начинаются изменения Находим октаву си бемоль, си бемоль Посередине берем ноту фа У нас получился аккорд Берем наши позиции первый, второй, пятый При этом задерживаем ноту фа И переносим октаву си бемоль на ля бемоль То есть мы и верхнюю, и нижнюю ноту двигаем на одну черную клавишу ниже Можете потренировать си бемоль, ля бемоль Обратно си бемоль, ля бемоль При этом важно держать второй палец на ноте фа Он у нас задерживает наш фон А мелодия си бемоль и ля громче В конце доигрываем еще одну октаву фа фа Рассматриваем ритм к десятому кусочку Первые две октавы стремятся к третьей, то есть к октаве си бемоль Вот так Раз, два, три Остановились на си бемоль Доиграли отдельно ля бемоль Сделали остановку И еще отдельно ноту фа Ну то есть октаву фа фа Вот что получается с движением При этом по громкости мы должны так же само стремиться к си бемоль Предыдущие две октавы тише, постепенно усиливая звук верхней Тише, громче и самое громкое Кульминация на си бемоль И дальше опять доигрываем чуть-чуть тише Рассматриваем левую руку к десятому кусочку Отдельно берем ноту ля бемоль большой октавы Потом интервал фа до бемоль Или фа си, как удобней После этого строим аккорд Тоже берем ноту до бемоль Потом ре бемоль Черная клавиша И фа Вместе Теперь показываю, какими пальцами будем играть Ноту ля бемоль пятым пальцем Снимаем руку Берем пятый, третий на интервал Фа до бемоль Третий оставляем Добавляем второй первый на остальные ноты На ре бемоль и фа Левую выучили Соединяем правую и левую в десятом кусочке Отдельно играет одна нота ля бемоль Потом интервал с первым аккордом в правой руке С ре бемоль Отдельно ми бемоль в правой Самый верхний аккорд си бемоль Берем с аккордом в левой После этого держится аккорд Играет правая октаву ля бемоль Аккорд снимается и мы доигрываем фа отдельно В десятом кусочке мы будем обязательно использовать педаль Так же само как и в девятом кусочке Берем ее на ноту ля бемоль в левой Чтобы эта нота держалась Пока играет дальше правая и интервалы в левую Взяли педаль Держится эта нота Играет правая и левая Вот здесь снимаем педаль и меняем ее Снова нажимаем Дальше правая Сняли педаль, нажали Опять правая Сняли педаль, нажали То есть, когда мы спускаемся си бемоль, ля бемоль и фа Мы все время подмениваем педаль, чтобы у нас был чистый звук А вначале мы держим педаль прямо до октавы си бемоль Рассматриваем одиннадцатый кусочек в правой руке У нас будет мелодия от ноты ми бемоль Фа Ми бемоль Ре бемоль Си бемоль В тот момент, пока играет эта мелодия У нас будет второй голос в правой руке Интервал Фа Си бемоль Этот интервал мы будем играть с первой нотой мелодии ми бемоль Берем вместе Держится интервал, доигрывает мелодия И когда нам нужно сыграть последнюю ноту си бемоль, мы снимаем интервал и нажимаем си бемоль Играть нужно такими пальцами Первым, вторым интервал Верхний голос четвертым пальцем Взяли четвертый на ми бемоль Потом пятый на фа Четвертый на ми бемоль Третий на ре бемоль И второй уже лежит на си бемоль Рассматриваем ритм к одиннадцатому кусочку Нам нужно стремиться к третьей ноте Раз, два, три Остановились на третьей ноте ми бемоль Отдельно играем ре бемоль Остановились и си бемоль Вот что получается с движением Рассматриваем к одиннадцатому кусочку левую руку Берем отдельно ноту си бемоль Потом нам нужно построить аккорд Берем фа Си бемоль Ми бемоль Берем вместе три ноты Это наш аккорд Потом мы должны верхнюю ноту ми бемоль Передвинуть на ре бемоль Две остальные ноты не трогаем Они будут держаться Играем такими пальцами Пятым си бемоль Снимаем руку Берем аккорд Пятым, вторым и первым Потом двигаем первый палец На ноту ре бемоль Соединяем медленно правую и левую В одиннадцатом кусочке Здесь все будет очень просто Играет отдельно левая ноту Потом берем аккорд в левый и аккорд в правой Здесь ноты совпадают У нас в левой фа си бемоль ми бемоль И в правой фа си бемоль ми бемоль Очень легко собрать эти два аккорда Потом играет правые две ноты фа ми бемоль И синхронно берем в правой и в левой ре бемоль Отдельно доигрывает правая си бемоль В одиннадцатом кусочке мы тоже будем использовать педаль На педали мы будем задерживать первую ноту си бемоль в левой Взяли педаль и эту ноту Видите, можно снять ноту, она держится Берем аккорд вместе Правая и левая Вот здесь на ми бемоль снимаем педаль И уже доигрывает отдельно без педали правая и левая Мы выучили первую часть лунного цвета Дебюси Если у вас получилось сыграть это произведение Обязательно напишите мне об этом в комментариях под видео Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал Чтобы не пропустить мои новые видео уроки С вами была Лима Мьюзик Спасибо, что досмотрели это видео до конца Я желаю вам больших-больших творческих успехов!